Привет всем! Ну что, будем пробовать дрифт на термоклее. Для этого берем дисочки и термопистолет. Посмотрим, что из этого выйдет. После застывания вот что у нас получается, но на самом деле высота не очень большая, то есть чуть-чуть сотрется и уже будет дрифтить на дисках. Поэтому я думаю, сейчас нужно наносить будет второй слой точно таким же способом. После нанесения второго слоя вот такие вот получились колеса. Но как видите, в некоторых местах они ровные, в некоторых местах получаются волнистые. Но я думаю, дрифт сделает свое дело. Давайте поставим уже на Камара. Вот так это выглядит у нас на автомобиле. Ну что, давайте пробовать. Погнали! Неплохо! Дрифтит отличненько! Класс! Слушайте, бюджетно! Вот вам колесище! Сейчас посмотрим, как они будут стираться. Даю полный газ. Так, там немного кусочка. Видали, как боком закладывает? Ох ты! Миллиметровщик пошел! Вот, и вот так закрутим. А в другую сторону, наверное, получше крутится. О! Круто! Давайте смотреть. Но я думаю, здесь ситуация должна быть неплоха. Вот так происходит стирание. Видите, даже загрязняется чем-то. Но стираться будет долго, я считаю. Потому что термоклей достаточно прочный. Даже здесь волнистость до сих пор еще осталась. И здесь она есть. Да, то есть вся волнистость есть. Как колеса из пены, она не убывает за считанные секунды. И как изолента. И скотч также не стирается. Но мы получили дрифт. То есть, в общем, если, друзья мои, у вас есть диски. И вам жалко деньги на покрытие для дрифта. То, пожалуйста, используйте термопистолет и термоклей. И в путь! Показывайте себя лучшим дрифтером. Видали? Бюджетно, недорого. Дрифт на термоклее. Пока!